Всем привет привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня видео для тех, которые задаются вопросом Стоит ли копить кровную голду на то, чтобы приобрести себе КПЗ-70. Обзор на сам танчик есть у меня на канале Вот здесь сверху в конце видоса будет ссылочка на него, зайдете, посмотрите. Ну и соответственно зацените машинку По ее ТТХ и так далее. Я же сейчас хочу показать исключительно фарм на данной машине Для того, чтобы вы, ребят, понимали, надо ли вам этот аппарат с целью конкретно набивать себе серебро в копилку Не играть ради кайфа, не играть ради статистики. Мне почему-то кажется, что КПЗ-70 это в принципе машина Не для статистов и не для статистики. Эта машина, в первую очередь, то, что для меня Это периодически на ней выехать и получить удовольствие от довольно неплохой Альфы Которую имеет данное орудие Что же касается фарма, фармлю я на других аппаратах Но давайте заценим, как фармит конкретно данная машина И, возможно, по результатам данного видео вы для себя будете иметь плюс-минус какую-то картину Стоит ли вам конкретно ради набивания серебра в свою копилку Брать эту машину в случае, если она выпадет на продажу Или, возможно, она сейчас находится на продаже, поэтому вы смотрите видос Я же покажу машинку исключительно руками Среднестатистического игрока Я не скилловый, мой процент побед танцует от 50 до 55% Это, я понимаю, не там бог весь что Но я не отношу себя к тем ребятам, которые имеют возможность, в первую очередь, сидеть в игре с утра до вечера Если бы я сидел по 6-8 часов в игре, я бы тоже и выучил все технические характеристики машин наизусть И сколько у кого КД И куда там как надо что делать Я же захожу в игру в большинстве своем ради того, чтобы поиграть ради удовольствия А не ради того, чтобы поднять свою стату, поднять свою средуху и так далее Если для кого-то этот подход чужд, но отнеситесь просто с пониманием Попытайтесь не бросаться фекалиями в комментариях под данным видео Ну, либо под какими-либо другими видео на моем канале Просто отнеситесь с пониманием, что не все играют ради статистики Не все скилловые игроки И особенно для тех, кто заходит на видео для того, чтобы посмотреть прям обязательно супер классные бои И очень сильно расстраивается и негодует тогда, когда у него не получается увидеть то, на что он рассчитывал И видит обычный заурядный бой Я как раз и снимаю, ребят, заурядные бои Для того, чтобы показывать технику такой, какая она есть Меня очень часто обвиняют в том, что мои видео скучные Но они, ребят, как мне кажется, максимально объективные Если хочется чего-то более веселого Да, безусловно, есть другие ребята, более скилловые Которые снимают видео на супер-пупер шикарных результатах Заканчивают бои Ну и, соответственно, они боги этой игры Я не бог, я среднестатистический игрок Который просто играет ради удовольствия Чего и вам желаю Вот если вы играете так, как я Мне кажется, что мои обзоры и мои видео будут для вас полезными И если я сейчас попал в точку В отношении того, что вы не супер-скилловый игрок И в основном играете ради удовольствия Либо начинающий игрок Подписывайтесь на мой канал Смотрите на моем канале Честные обзоры на технику Я ничего не переукрашаю Я не рассказываю о том, что все танки имбовые Ну и я не обгаживаю те танки Которые не стоит обгадить Только потому, что я такой весь Все бы обхезал в этой жизни Поэтому, ребят, подписывайтесь по желтому шильдику в правом нижнем углу Буду безумно благодарен Возвращаемся к фарму на К-91 По нанесенному урону, ребят, 3530 урона И за всю нашу прыть в данном бою Нас наградили 55 тысячами серебрухи Ребят, показываю, что это без према Потому что с премом было бы 84 косаря Буду округлять для ровного счета Запрыгали в следующий бой Ну и будем пытаться в данном бою тоже сделать что-нибудь годное Насколько это получится Ну, сейчас посмотрим Я ничего не вырезаю, ничего не склеиваю Ко мне очень часто приходят комментарии В которых мне говорят, что видео должны быть более зрелищными Более красочными Неужели ты не можешь среди своих боев Найти какие-нибудь годные, которые выставить на показ Могу, ребят Могу заснять десяток, два Да сколько угодно десятков видео После чего Вырезать один самый классный бой И показать его вам Но согласитесь, это будет нечестным Потому что это будет не то Как есть на самом деле Это все равно, что Не знаю, там С какой-нибудь горы Толкнуть старый ржавый корч какой-то Который не едет Разогнать его до 120 Показать спидометр И рассказать, смотрите, как классно ездит эта машина Я этим заниматься не хочу И даже если я этим занимаюсь Я изначально размещаю видео как фановое И ни в коем случае не называю его обзор Я просто говорю о том, что это фан И не более того Так, лезть на рожон к этим ребятам С учетом скудной бронированности У меня желания нет Все три ТТшки на данном фланге СТшки тоже здесь И что-то мне подсказывает, что ПТ Тоже где-то стоит в кустике И контрит всю эту красоту Я сейчас попытаюсь успеть проскочить Если успею проскочить Заеду в корму Попытаюсь в корму кого-нибудь поразбирать Не знаю, насколько мой план коварный Будет мной реализован Но я, по крайней мере, попытаюсь это сделать Так, Левчик Привет, Левчик Товарищ, ты классный И гусь здесь Да еще и не обычный А супер гусь СТшка Ну вот что делать Ехать охотиться на СТшку Или ТТшек пока поразбирать в корму С поджогом Это хорошо Так, БЦшка жизни не даст однозначно С кормы Так, уже хорошо А, вот ты где СУ-130ПМ Перекатился, брат? Ладно, СУ-130ПМ Я не хочу А они приедут А я не хочу Так, вынесли Вынесли Вот она, посредственная бронированность К-91 Ой, господи Насмотрелся ПЗ КПЗ-70 Совсем заговариваться Стал Простите, друзья Так, смотрим По результатам Смотрим по результатам 2970 урона Будем говорить Три Два сделанных фрага По серебру Крайне скудненько 14 косарей По результатам В команде На первом месте По урону Ну, как бы Вот сюда Вот просто гляньте И поймете Почему мы слились Ладно Слились Да и слились Я не сильно грущу Меня статистика Абсолютно не интересует И не будоражит Проиграл Да и проиграл Короче говоря Давайте запрыгивать В третью каточку И будем сейчас Посмотреть По результатам Третьей катки Что получим И разделим Это все На три боя Я понимаю Для себя сейчас Что цифра Которая в итоге У нас Получится Она явно Вас не впечатлит Ну, вот прям Совсем не впечатлит Я понимаю Что многие Рассчитывали Что сейчас В видосе Будет Средуха Фарма Где-то в районе 50-60 тысяч За бой Я скажу Что просто Обалденный танчик Для фарма Но и соответственно Вы будете довольны Нет, ребят Такого результата Явно не будет И эта машина Она в принципе Как мне кажется Не предназначена Для того Чтобы на ней фармить Ну, вот просто Не предназначена Потому что Живучесть машинки Такая себе КД долговатая Да, очень хорошая Альфа Но при этом Все Вот как-то Не получаются Бои на ней Прям вот Всех разрывать И что самое Парадоксальное Что вопрос Даже Не только в том Что я не Супер Мега Танкист А наверное Вопрос в том Что Все На данной машине Отыгрывают Не прям Бомбически Я говорю Почему это Потому что Когда я встречаю Данную машину В бою Я не боюсь Ее Вот нет у меня Чувства страха Абсолютно Никакого Она есть Да и есть И Пугающего В ней Для меня Ровным счетом Ничего На чем бы я Не играл И это при том Что я Для себя Понимаю Что сейчас За штурвалом Данного Девятого Уровня Монстрика Который Не сильно Является Страшным Может сидеть Супер Какой-то Навороченный Игрок Который Прям там Разрывает Всех В пух и прах Так Ну это Дурная Трата Конечно Будет Если я Сейчас Закинусь Вот этот Барабанный Товарищ Сейчас Занят Слава богу Не мной А теперь Уже Занят Будет Мной Так Да Надо было Конечно Прицелиться Получше Очень Рассчитывал На то Что сейчас Кину У него С хорошим Уроном А не Получилось Так Ну Бог с ним Откину В этого Товарища Уже Какая разница В кого Бросать С учетом Того Что меня Сейчас Все равно Вынесут Итак И так Ребят Дожидаемся Окончание Боя Смотрим Что Получили По Итогу Ну А вы Для себя Будете Понимать Имеет Ли Смысл Вам Если Вы Плюс Минус Играете Так Как Я Покупать Данную Машину Исключительно Ради Фарма Братцы Зудбой Закончился Поражением С Двумя Тысячами Урона С моей Стороны По Результатам По Серебру 14 Косарей 14 Косарей Я добавляю К тому Что Получили Ранее Получается 83 Тысячи Серебра И делю На 3 Боя Таким Образом Получается Что Средний Фарм На данной Машине Составляет В районе Ну 28 Тысяч Серебро Это Средний Фарм Много Это Или Мало Я считаю Что Мало Безусловно Мало Но Факт Остается Фактом Что Вот так Фармит Этот Аппарат И Если Вы Так же Играете Как я То Соответственно Рассчитывайте Приблизительно На такой же Фарм К особо Фармищим Машинам Безусловно Данную Машинку Отнести Ну Просто Таки Не получается Ни по Каким Соображениям Короче Говоря Ребят Если И покупать Данную Машину То Однозначно Не для того Чтобы На ней Фармить Просто Покупать Либо В коллекцию Либо Ради фана Если Вы любите Пускай Не частые Но Довольно Альфовые Шоты И готовы Справляться С Посредственной Бронированностью КПЗ 70 Возвращайтесь На канал Подписывайтесь На канал Я вам буду Безумно Благодарен Ставьте Колокольчик Чтобы не пропустить Новые видосы На моем канале Вы найдете Исключительно Честные Обзоры На машины И товары В магазине Я ничего Не приукрашаю Ни на кого Не работаю Расхваливать То Что недостойно Похвалы Похвалы Ну какая разница Я не собираюсь Всех благ Всего хорошего Мира И спокойствия